Здравствуйте! Это проект Ревизор. Напоминаем, мы продолжаем инспектировать микрорайоны столицы Республики Коми. На этот раз мы в Эрдвинском районе. Можно сказать, в части коммуналки и трудоустройства Соскульбута – это один из самых благополучных районов Сыктывкара. Обращение и жало больше поступают из отдельно взятого местечка, расположенного за железной дорогой между промышленной зоной и дачным поселком. Это жилой массив-строитель. Несколько панельных пятиэтажек и полсотни деревянных двухэтажных домов. Жители этих строений фактически поделены на два лагеря – тех, кто остается в старых помещениях, и других, кто в скором времени сменит место прописки. Вот он живет в доме, вот в этом четвертом, который хотят переселять. Когда вас переселяют и куда? А что тут даже неизвестно? Одни говорят одно, другие туда. Так куда вас все-таки будут переселять? Что вам говорят? Это за городом. Представляете, люди работают, садики, школу, да, вот это все увезут за 3-9 земель. Как вы думаете? То есть, получается, остается инфраструктура здесь пользоваться, и ей будете проживать проживание там будет? Да. Пусто, чисто, свежий воздух, не спорю. Но! Там ничего нету, там деревня какая-то глухая. И здесь лучше? Ну, как-то привыкнулся. Насчет инфраструктуры здесь намного лучше. Я лучше буду здесь жить. У меня школа рядом, садик рядом, магазины все рядом, соцзащита рядом, потому что я инвалид, я пользуюсь всем этими услугами. У меня лично вообще такой вариант не устраивает. Ну, вот смотрите, жить вот в таком, например, жилье или все-таки получить благоустроенную уже квартиру хорошую? Да, конечно, лучше. Но? Но! Так там я и буду сидеть в этой квартире просто. В данный момент в местечке Кочпанчит ведется активная застройка, причем здания исключительно жилые. Из инфраструктуры тут детские площадки, парковочные зоны и системы наружного освещения. Обещанных школ, садиков, магазинов, спортзалов пока нет, хотя заселено уже с десяток многоквартирных домов. На будущий год город планирует выделить средства лишь на благоустройство остановочных комплексов и проложить долгожданные тротуары от оживленной трассы к новому микрорайону. Потому жители-строители особого трепета по поводу переезда пока не испытывают. К тому же, эжвенские коммунальщики, несмотря на то, что здания большей части аварийные, продолжают исправно выполнять свою работу. Как странно заплуживают. Делают ремонт, краны меняют. У нас это же общежитие. Так что, в принципе, хотелось бы лучше, но хоть так, и по-хорошо. Чистят там дорожки у нас, двери делают на подъезде. Что-то делают. Более того, в 2014 году во всем поселке обновили теплотрассу. Измошенные трубы отопления, которые с момента застройки были уложены в прохудившиеся деревянные короба, полностью заменили и смонтировали верхом. Так они целее будут. К тому же и в домах значительно потепело. Когда у вас провели работы ремонтные по замене трубы отопления? А вот было это лето. Весной начали они и летом закончили. Никаких проблем сейчас нет. Вот что часто отключение света имеет место быть у нас на строителе. Но они говорят, уже все, вот уже все закончили, вот все, все для вас, все для вас. Там где-то линию тянут, там где-то в сторону дачи, не знаю. И это вызывает какие-то неудобства? Ну а как вот? Бывает, отключают с 9 до 16. У меня три подряд, к примеру. Даже вот эти-то не писали объявления 8, 9, 10, но как-то нет. Утром немножко отключили и потом еще вечером немножко отключили, ненадолго совсем. Это можно сказать не счет. А летом как мы бедовали, ой. Так вот опять что скажешь, надо-надо. Надо для вас-для вас. Мало линии электропередачи гнилые. Надо поймите. Ну вот опять что скажешь, да? Получается проблема именно в том, что холодильник не работает, да, получается? Конечно. Все отключено. Ни чаю подогреть, ни тебе чего. И главное в газетах пишут, извиняются, мол, товарищи, дорогие. Как бы это все согласовано с администрацией, да? Но это кошмар, что было летом. Вот. Три дня без электроэнергии. Вот пожалуйста, например. Вот черным по белому написано. С 9 до 16. Будет введено ограничение электроснабжения в жилом секторе микрорайона «Строитель». Как нам пояснили энергетики, со следующей недели отключений уже не будет. Работы по монтажу в этом году они заканчивают. Ильф Юрьевич, скажите, пожалуйста, какие работы здесь проводились? На данный момент проводятся работы по монтажу перехода через железные пути и автодорогу. Мы меняем старые отпоры деревянные на железобетонные. И дополнительно вешаем еще 200 проводов для обеспечения надежности микрорайона «Строитель». То есть получается сейчас будут бесперебойные питания. И вот те самые отключения, которые жаловали жители, они в принципе должны завершиться на этой неделе. Нет, на этой неделе да, в этом году, но в какой-то период все равно летом нужно будет отключение городов. Потому что сейчас мы это меняем, но еще будут менять 6 кВт на 10 кВт по станции. Скажите, пожалуйста, вот в этом году каков был объем выполнен как раз на микрорайон «Строитель»? Вот там старые меняли и дополнительно впустили еще один провод. То есть дополнительно, скажем, еще одну линию на те же опоры поставили. Она будет более мощная, более проходимая? Да, но сечение провода, соответственно, улица суммарная и улица на пусто. Еще одна жалоба от жителей местечко «Строитель» поступила по поводу стихийной стоянки на улице «Юность». Говорят, здесь на ночевку собираются до 12 тяжеловодов. Фуры и рефрижераторы занимают площадку, которая изначально планировалась под стоянку для покупателей. Местные говорят, при большом скоплении транспорта перекрывается даже пешеходная дорожка. И обходить машины приходится прямо по проезжей части. Вот когда вот здесь вы езжаете на правую сторону, там, в принципе, ничего не видно. Вам, как автомобилисту, есть какие-то претензии к ним? Ну, неудобно, в любом случае. В любом случае неудобно. Приезжают в других городов КамАЗ, естественно, они здесь все остаются. У нас на Мира, там просто хуры вдоль дороги. А Мира сама на Усике дорога. Там намного сложнее. То есть, в принципе, это не единичный такой случай по Ежинскому району? Ну, машины с вами все большие. И ехать, он заезжает, ну, заезжает прямо в город, то есть, не могут ездить по городу. И доставляют продукты прямо по городу. Никак другие частные магазины, которые туда складывают, приезжают, разгружаются, там потом на козырь, в банке переводят. Эти полностью на склад привозят вот такой вид. Без окон, без дверей полна горница людей. У эжинцев есть на эту старую русскую загадку своя отгадка. Причем находится она за моей спиной. Эта станция на железнодорожной карте отмечена как 62-й километр. Жители Эжвы и пассажиры поездов давно уже жалуются на отвратительное состояние платформы. Скажите, пожалуйста, вот какой вариант здания вокзала? Да, но он не устраивает. Ну, почему? Ну, как почему? Крыша над головой есть, вроде не капает, все хорошо. Нет, ну, хочется все-таки в цивилизованном мире живем. Хочется какие-то, не знаю. Давно вот так вот вокзал? Это вокзал? Сколько помню, сколько помню. А живу я здесь уже больше 30 лет. Санитарное состояние хуже просто не бывает. Потому что здесь притон вот этих людей, не работающих. Естественно, они живут, спят, справляют все свои нужды естественные. Просто стоять тут невозможно. То есть, получается, вот в ожидании приходится и нюхать, и видеть, и... Идышать, и вдыхать, и смотреть. И в газетах были статьи, и постоянно по телевизору, да, поднимали этот вопрос. Разговоры всегда не даются, а стоят. И на этом заканчивается, и на этом заканчивается. Но до сих пор никаких действий по ее реконструкции не производилось, потому как нет собственников у этого объекта. Еще весной 2014 года правительство республики договорилось РЖД отремонтировать платформу в рамках государственно-частного партнерства. Причем поучаствовать в этом благом деле решили несколько предприятий микрорайонов. Однако приступить к ремонту так и не удалось. После долгих поисков стало известно. Объект принадлежит Федеральному агентству по управлению госимуществом. Потому власти КОМИ взяли на себя инициативу по подготовке пакета документов для передачи пассажирской платформы в собственность республики. Эржинский район, местечко Еволь. Вот там за лесом находятся жилые дома. Деревяшки попроще и коттеджи подороже. Так вот, для граждан, проживающих в этих зданиях, устроены прямо на трассе автобусные остановки, которые ведет пешеходный переход. Кроме того, здесь есть два очень важных инженерных сооружения. Вот эти лежачие полицейские. Ими, между прочим, очень недовольны водители Эжва. Хоть и смонтированы они по нормативу, и тяжелых ДТП на этом участке стало меньше, появилась одна глобальная проблема – пробка. Утром с 7 часов до половины девятого и вечером с 16.30 до 19.30 скорость движения даже ниже рекомендуемой. Вереницы из автомобиля и автобусов растягиваются практически от одного конца Эжва до другого. Вся центральная улица в одной большой пробке. Организации движения, транспорта недовольны и водители, и пассажиры автобусов. По 50 минут стояли в пробке на выезде Эжвы. Вчера я вышла, получается, на полчаса раньше на работу. А до этого я на 20 минут обуздала на работу. Организация движения такая, я считаю. А что вы где-то с организацией? Скоростные режимы, полицейские лежачие. Слишком часто и не всегда в нужных местах. Я сажусь здесь, и где-то в Емвеле пробка заканчивалась. Потом уже свободно ехали. Собственно, он не стал затыкать все движение. Я не знаю, почему, если поставили полицейский, мне кажется, сельсообразнее было бы воткнуть светофор с кнопочной. Так как там ходит народа очень мало, насколько я понимаю, через пешеходный переход. А этот лежачий полицейский очень неровный или как, очень большой. Он как раз таки сдерживает движение, насколько я понимаю. Тем не менее, в республиканской ГИБДД отмечают, все эти меры вынужденные. Лежачих полицейских в Емвеле установили после многочисленных обращений жителей в различные инстанции, вплоть до главы коми. В каждой третьей семье посека – дети. Раньше они до получаса стояли на обочине, чтобы перейти дорогу. На пешеходный переход водители не реагировали. Ко всему прочему, на участке происходили серьезные аварии, зачастую со смертельным исходом. Пропускная способность этого отрезка пути сегодня на самом деле очень мала. Дорогу нужно расширять. При таком потоке полос в каждую сторону должно быть как минимум две. Пока же из Эжву в Сыктывкар на выезде всего одна полоса. Есть, конечно, еще один, менее затратный по финансам вариант. Это строительство подземного или наземного пешеходного перехода. Но этот вопрос находится в ведении чиновников столичной мэрии. Следующий эфир программы «Ревизор» будет итоговым по Сыктывкару. Самые больные темы и сложные вопросы жителей Максаковки, Красного Затона, Сосновой Поляны, Верхнего Чёва и Эжва мы озвучим мэру столицы Ивану Поздееву. Продолжение следует...